Здравствуйте! Продолжаем разговор о парфюмерных водах бренда Juliette с пистолетом Juliette The Gun. И в этом видео я хочу рассказать о пробнике парфюмерной воды Светлзенкуин, городская королева. Вода у меня оригинальная, я уже по её качеству могу об этом судить, но почему-то интернет-магазин допустил оплошность и мне пришёл пробник неподписанный, но он был в пакетике, собственно, все пробники были в пакетиках с дополнительным названием, потому что можно убедиться, что действительно здесь написано, что это городская королева. Ну, в общем-то, описание соответствует в общих чертах тому, что я получила. Зачем я покупала эту парфюмерную воду? Что меня в ней привлекло? Привлёк меня в ней лавданом целых две ноты лавданом, французский и какой-то сборный лавданом. Конечно, я не могла устоять перед соблазном понюхать, как же будет звучать у данного нишевого бренда лавданом, было очень интересно. Кроме того, люди отзывались о том, что здесь выражены кожаные нотки, в частности, нотки замши. Это тоже меня привлекло. И вот я получила долгожданный аромат. Да, кстати, ролик рекламный мне тоже понравился. Больше всего мне понравился саундтрек. Само видео достаточно своеобразное. То есть там женщина, которая идёт по Париже в неглиже, с пистолетом, очень решительная, подходит к мужчинам, одного из которых она хочет убить или обоих, тут уже непонятно. Но они обрызгивают её со всех сторон. Света Зенкуин, и она сразу же меняет гнев на милости, и всё у них, видимо, там хорошо в этом виде. Но музыка действительно очень красивая. Как выяснилось позже, действительно, вот то, что я услышала, содержанию ролика соответствовало больше, чем саундтреку. Ну, первое тестирование я достала в ровник и нанесла его на кор. Теперь надо обратиться к самой пирамиде, чтобы понять все глубину моего недоумения. Ну, парфюмером данной композиции считается Роману Рич. Ну, многие другие также создавали ароматы для своего бренда, естественно. И Gentlewoman – это такой аромат с нотками лаванды, которая у нас традиционно считается мужским ароматом. И Metal Shifre, и Anyway, и Mad Men – это второй аромат, с которым я буду также вас знакомить. Это всё создал Роман Рич. Так вот, в верхних нотах я ждала услышать. Ноты кожи, бергамота, ириса. Вообще, если посмотреть на пирамиду в целом, то здесь присутствуют и цитрус и бергамот, и кожа, то, на что я рассчитывал. Альдегиды – такие капотные композиции. Должен присутствовать здесь ирис, причём двойной и конкрет, и абсолют корня ириса. Плотная насыщенная тубероза, флёрд-оранж, ноты пудры, синтетическая нота амбра Оксана, которая иногда в перенетах указывает как амбру, ваниль, бобы тонкая, наши карамельные, два лапдана, как я уже сказала, аккорд Масценон, это мускусный аккорд, нотка цибетина и смола, в частности, бензоид, такое ванильно-сладкая смола. Что получилось в итоге? При всей такой насыщенной, богатой композиции, цветочной, смоленистой, я наношу парфюмерную воду на кожу и с недоумением начинаю прислушиваться к тому, что же я слышу. А я не слышу на себе абсолютно ничего. Говорят, что такой эффект может проявлять нота амбраксана. То есть я не слышу вообще ничего, никакого запаха совершенно. Ну, я начинаю принюшиваться к коже сильнее и сильнее. Ничего нет. Прошло минут пять, может, чуть меньше. Я начинаю ощущать какой-то запах на коже очень-очень слабый, очень-очень близко к поверхности кожи. То есть мне надо буквально носом уткнуться в кожу руки, чтобы почувствовать. И запах этот, ну, он резко неприятен мне. Даже мне сложно описать его, что это было. Ну, я взяла одно нажатие, естественно. Может быть, какие-то состоявшиеся в воде стебли месисты загнившие. То есть что-то отталкивающее, но совершенно неприятное. Я тут же порадовалась, что я еле-еле слышу этот аромат, если это можно так назвать. Ну, конечно, закрались у меня подозрения, что, возможно, действительно в интернет-магазине мне подсунули что-то непонятное, какой-то брак, может, вообще в воду налили. Непонятно, что я уже была готова писать жалобу. Ну, думаю, ладно, нет-нет, завтра продолжу тестировать что-нибудь другое. И я перестала привыкноваться, и забыла уже, в общем-то, об этом досадном недоразумении. Думаю, ну, хорошо, пробник. Ничего страшного. Буквально минут через 20-30 я начинаю ощущать, что моя комната заполняется сладковатым пудровым ароматом, который нарастает все больше и больше. И я с ужасом и недоумением начинаю подозревать, что дело в том, что начинает раскрываться городская королевь. И когда я понюхала руку, действительно казалось, что там запах просто неимоверной мощи у меня на руке, то есть от моей руки и у меня мое небольшое помещение жилое, оно просто все пропиталось запахом пудры. Ну, тут либо рай, либо ад, смотря то, как человек относится к пудровым композициям. Я пудру люблю. Пудра сладкая, мягкая, нежная. Мне очень понравилась, как любитель пудровых ароматов. Такая мягкая, косметическая французская пудра. Если кто-то не любит пудру, это будет просто ад, потому что, во-первых, она заполоняет с собой все помещение. От одного нажатия, от одного маленького, маленькой пробы на коже. Дальше больше. Ну, наступил вечер, я приняла душ и помыла особенно тщательно руку, потому что на следующий день я собиралась тестировать другие пробники. На утро даже. Помыв руку, я проверила наличие запаха. Ну, запах сохранился. Он, конечно, стал слабее, но пудра прекрасно уснавалась. Я помыла еще лучше, но не буду же до бесконечности тереть, в самом-то деле. Я легла спать и на утро проснула, обнаружила, что рука по-прежнему пахнет пудрой. Дальше больше. Я собралась на работу, ушла. У нас зной, ну, на солнце выше 40 градусов температура, в тени под 40. Жарко, конечно, транспорт, пребывание на работе, где есть кондиционер, где нет. То есть это и пришлось попотеть, и пожариться на открытом солнце. В общем, это был настоящий краш-тест, и к моему ужасу, вернувшись домой, я поняла, что рука по-прежнему пахнет городской королевой. Я поняла, что этот аромат просто ничем не убивается. Это, наверное, самая стойкая из всех моих композиций. И пахнет очень заметно. То есть шлейф от нее достаточно узнаваемый. Я маме вечером предложила оценить, чувствует ли она на мне какие-то запахи. Она по складаю чем-то таким сладеньким, приятным пахнет. То есть пудра такая, она с ванилью, но не гурманская. И нельзя сказать, что она косметическая, 100%, но такая вот мягенькая-мягенькая пудра. Ну, настал день Икс, я решила попробовать на себе эту композицию, то есть облиться ею так уж, сказать, основательная, хорошенько. Этот день, кстати, был сегодня, я вам сейчас покажусь в аромате Citizen Queen. И что я вам хочу сказать, это был просто сущий ад, первые моменты нанесения композиции. Я не знаю, все ли так реагируют на вот эти стартовые ноты. Я думаю, что это все-таки Амброксан, я просто не знаю, кого еще в этом винить. Но когда я начала распылять на себя, на волосы эту парфюмерную воду, это была настоящая газовая атака. Это какое-то боевое отравляющее вещество, черемуха. Первый запах вообще не парфюмерный. Действительно, запах какого-то яда, какого-то газа из баллончика. Я чихала, у меня текли слезы из глаз и кашляла. Это было что-то... Может быть, это, конечно, еще и аккорд Муцинон вместе с Амброксаном. Я не знаю, что нужно винить, но это был просто ужас. Ужас. Просто парфюмерный кошмар. К счастью, этот кошмар продлился буквально минуты 3-4, ну, 5 от силы. То есть, то самое время, которое я на коже никак не ощущала. Вот в воздухе это все меня отравило. Но через 5 минут это была уже пудра, прекрасная. Причем, действительно, на самом старте она звучит, ну, может быть, минут 20 от силы 30. Есть небольшой оттенок замшевой кожи. Но я бы не могла его идентифицировать, если бы не знала, что здесь есть замыш. Ну, такая, может быть, вот кожистая горчинка, кожа именно, кожа одежды, выделки, кожа выделанная, замшевая. Буквально полчасика, а потом это нежнейшее, легкое ванильное утро, плюс, не забываем, что здесь и бобутонка карамельная есть. Это легкое облако, оно обволакивает и ходит со мной постоянно. Причем, на жаре она действительно затихает, как я уже говорила, наблюдается со многими такими яркими шлейфами, композициями, всплывает до полного ее затихания. Если походить под открытым солнцем, я, например, перестаю на себе чувствовать Citizen Queen, но стоит только вернуться в прохладу, где температура более-менее адекватна, ниже 30 градусов, и она раскрывается с новой силой. То есть, это аромат, который пульсирует, живет, искрится. Мне кажется, любителям пудровых он просто обязателен к использованию, в меньшей мере к знакомству. Тем более, что бренд этот, с одной стороны, он и известный, у этого бренда есть имя в парфюмерном мире, и с другой стороны, цены на него достаточно демократичны, это не Tom Ford с ценами от 10 тысяч рублей и выше. Это цены, сопоставимые с дома Монталь, но это совершенно другой характер композиции. И те, кто любят люксовые ароматы, хотят попробовать нишу, они, наверное, больше найдут интересные композиции среди ароматов Juliette Cigane. И вот, опять же, те, кто любит пудру, тем я рекомендую знакомиться с Citizen Mix, кто любит громкие композиции, кто хочет о себе заявить вот таким, как будто бы вкратчивым, нежным пудровым ароматом, и не остаться незамеченным. Он женственный, он мягкий, этого у него не отнять. Но если кто-то пудру не любит, бегите, бегите, бегите как можно дальше, потому что пудра, эта пудра заполняет всю Вселенную. Но мне нравится. Спасибо за внимание. До новых встреч.